Здрасте! Вы давненько просили, давненько ждали, а я, так сказать, вот наконец-то вам это предоставил. City Skylines. Не так давно вышло дополнение Mass Transit. Это штукенция, которая добавляет в игру пассажирские перевозки разных видов. Они, конечно, и раньше были, но здесь это всё допилили, так сказать, довели до ума. И теперь можно играть, будет интересно. Давайте я сейчас быстренько начну новую игру. Царственные холмы. Интересненько. Посмотрим, что это такое. Пока это дело грузится, скажу, что я очень давно хотел записать City Skylines, но, учитывая кривизну моих рук и дерьмовые города, которые у меня получались, что-то как-то стеснялся. Однако недавно посмотрел, что строят другие мои коллеги и восполнил духом, потому что мои города не совсем уж такое прям дерьмище дерьмовое. Понеслась. Подсказки нам не интересны, мы уже всё знаем. Итак, ставим на паузу и начинаем думать, что где делать. Вот этот светло-зелёный участок говорит о том, что здесь можно разместить фермерство и всякую такую вот связанную с обработкой земли фигню. Поэтому нам надо подумать, где разместить первую деревню и промышленность. В принципе, вот здесь можно сделать промышленность. Здесь трасса, ничего особого нет нужного. Правда, речка, конечно, течёт. Но ничего, мы будем брать воду повыше, поэтому не особо засрём. Ну а район жилой и, в принципе, можно здесь построить. Правда, придётся раскошелиться на мост. Ну, это ничего страшного. Я думаю, что на начальном этапе мы особо много денег на этом не потеряем. Короче, давайте приступать. Сначала я размечу промышленность, а потом начну уже строить жилой район. Что мы тут имеем? В принципе, над промышленностью особо пыхтеть нет смысла. Можно сделать вот так. И вот отсюда уже тащить, чтобы это дело было параллельно общей трассе. То есть магистрали. Продолжаем. Я немного накосячил, поэтому здесь будет у нас разрывчик. Но это будет незаметно, поэтому плевать. Прокатит. Теперь займёмся жилыми зонами. В принципе, можно расположить дома вдоль реки. Но вот те, кто будут здесь жить, будут слышать шум промышленности. И это им будет сильно не нравиться. Ну уж простите, ребята. У меня для вас плохие новости. Вам так и придётся там жить. Наверное, вот досюда стоит. Здесь у нас поворотик. И здесь у нас тоже поворотик. Ну, хотя бы досюда. И поехали на мост, который пока ещё не создан. Надо только связать здесь. Наверное, будет Т-образный перекрёсток. Пока не знаю. Наверное, вот так сделаем. И мостик. Прекрасный мостик. На первом этапе проблем пробок, в принципе, быть не должно. Поэтому особо париться с развязками я не буду. Однако, я заблаговременно сделал себе вот такую вот фигню. Круг. Обычный долбанный круг. Поэтому его можно ляпнуть где-то здесь. Так, его, по-моему, можно было поворачивать. Да, отлично. Вот как-то так. Наверное, так. И уже к нему всё это дело присобачивать. Начнём мы с въезда. Въезд должен быть точно на круг. Потому что, если он будет не на круг, это будет бред. У нас, в принципе, двухсторонние выезды. Поэтому здесь я подключу сразу же к промышленности. Вообще, к промышленности можно сделать два въезда. Я, наверное, так и сделаю точно. Но, в любом случае, пока надо просто подключить это дело вот сюда. Отличненько. Отсюда пойдёт на мост. Дорожка. Так, вот у нас. Вот хорошо, что теперь сделали вот эти направляющие. Теперь можно ориентироваться по углу поворота. И вот такая вот фигня у меня получилась. Здесь просится ещё один мост, чтобы люди ездили на работу быстрее. Но это потом. Пока сделаем так. Так, и вот у нас остаются два въезда для входа и выхода, так сказать. Давайте это будет выход. И вот до сюда. Это выход, а это вход. Иногда это дерьмо прилепляется туда, куда не надо. Так, ну примерно что-то где-то здесь, наверное. И вот таким вот образом. Я знаю, я не самый крутой строитель, но уж смиритесь. Всё, теперь у нас есть въезд и выезд. Хотя, конечно, для грузовиков есть смысл добавить ещё один выезд вот здесь. Давайте я это сделаю по-быстрому. Наверное, тоже закруглённую дорожку есть смысл добавить вот таким вот образом. Всё, грузовики приедут, рабочие приедут. Хотя, конечно, хочется мост. Давайте, может, на туре я раскошелюсь на мостик. Вот где-то от Седова. Вот до сюда. Отлично. Тут подключили. И сейчас вот тут тоже подключим. И теперь рабочие могут ездить на мост. Хотя тогда зачем мне вот эта дорога? Может, кому-то будет интересно здесь ездить. Сюда пойдёт на какой-нибудь второй райончик. Вот здесь, например. Пока это деревушка, ничего особенного. Давайте я размечу жилые дома. Быстренько. Так, надо делать несколько перекрестий, чтобы они тут не охренели от пробок. До сюда. Вот до сюда. И вот до сюда. Я не люблю, знаете, строить всё квадратное. Поэтому я делаю вот такие вот непонятные изгибы. Так будет смотреться как-то, не знаю, реалистичней, что ли. Ну что, по-моему, живенько. Какое-то поле футбольное получилось полосатое. Ну да ладно. Сейчас я быстренько размечу эту область. Сначала, конечно, вот этих ребят подключим. Теперь дома. Вот этот район можно сделать полностью. Нет, вот этот лучше, да. Короче, заливаем всё это дело. Рамка. Вот таким вот чудесным образом заливаем. Сейчас я тут подредактирую немного. Вот это вот нам не надо. И здесь мы жить тоже пока не будем. Вы уж извиняйте. Потом, если что, прикрутим сюда кого-нибудь. Здесь уже можно, селитесь. Так, теперь надо подумать, где сделать райончики с магазинчиками. Наверное, вот в этом вот квартале будет самое то. Они будут съезжаться в центр, пробок не будет. Будет куча денег, успех. Мой город завоюет какую-нибудь награду городов. Хотя этого, мне кажется, мало. Ну, если что, вот здесь добавим по вот этой набережной линии. Водичка. Куда ж без водички? Водичка раз. Водичка два. Надо всё это дело обеспечить водичкой. Где-то как-то так. Потому что внешне тоже будет занятым. И нам нужна водичка очень-очень сильно. Как я и говорил, брать мы будем её повыше. Где-то здесь. Или здесь. Наверное, здесь. А выкидывать вот здесь, где-то внизу, прям под мост. Круто. Подключаем всё это дело к нашей системе. И теперь нам нужно электричество. Куда ж без него. На крутую угольную электростанцию у меня нифига не хватает. Придётся довольствоваться ветряками. Я вообще не любитель ветряков. Так что это не лучшее положение дел. Но поставим один здесь. Пока. Пока один. Потом, может быть, будет больше. Я подключаю вас сюда. А вот эту хрень в объезд везти как-то не хочется. Но пока придётся. Потому что пока мы не застроили полностью жилой район, у меня не получится всё подключить. К сожалению. Ну и, конечно, подключаем вот как-то через вот так промышленную зону. В принципе, всё. Теперь можно просто нажать вперёд и наблюдать, как селятся людишки. Всего 1900 осталось. Сейчас я надеюсь, что я смогу дожить до плюса. Потому что, если нет, это будет эпик фейл. Поздравляю. Построена, подожди ты. Построена первая электростанция в городе. Ура. А вот и строительство началось. Знаете, я первой моей градостроительной стратегией был SimCity 2000. Да, я настолько старый. Гляньте, эта хрень высосала водичку. И теперь у нас тут небольшая засуха. Но уже идёт волна, которая сейчас ничего не сметёт. Но было бы круто, если бы смела. Ну давайте, дружище мои, вселитесь. Нам нужно больше золота. О, появилась потребность в промышленности. Я думаю, что первые вот здесь построятся. Да? Делайте ваши ставки. Я прав или нет? Ну давай, стройся. Ну, постройся уже. Ну ты же хочешь. Мне нужно кое в чём признаться. Я любуюсь пожарами. Извините, просто смотрю. Это очень важная информация. Спасибо большое. О, что-то начинается. Что-то пошло строиться. Это хорошо. Стройся, мать твою. Как я и говорил, здесь начнётся строительство. Вот это они хорошо сделали, разработчики. Она чувствует, где подведено электричество. И начинает застройку именно там. Ну хорошо. В общем, включаем камеру наблюдения. И смотрим, как это дело застраивается. Вот с такого вот красивейшего ракурса. Жалко, мышку нельзя брать. Кстати, вы заметили, люди едут через вот эту дорогу, а не напрямик через промышленность. Умные панны. Ну вот, не дождались мы утра. Деревушка первая, ачивка. Теперь есть отходы, здравоохранение, образование, шикардос. И проблемы с электроэнергией тоже нам достались по наследству. О, расширим возможности электроэнергии. Зеленая энергия, отличный вариант. Спасибо большое. Я бы построил угольную, но, к сожалению, денег не хватает. Ну все, вы подключились. Это вам немного, конечно, даст. Наверное, стоит еще одну забабахать. На будущее, так сказать. Так, давайте первым делом сделаем отходы. Помойку придется строить. Блин, ну на въезде у города, конечно, не самый лучший вариант. Народ будет такой приезжать и смотреть. Смотрите-ка, добро пожаловать в мой город, называется Версон. Добро пожаловать в Версон. И вот достопримечательность, это помойка. Поэтому поставим ее. Блин, у реки тоже как-то неохота. Ну хрен с ним, давайте тут. Потом разберемся. Школа, на которую нет денег. Простите. И на больницу тоже. Так что вы это там, держитесь. Что у нас тут происходит? Все есть, все строится. Проблем вроде как никаких нету. Хотя скоро будут с энергией проблемы. Это плохо. Зато мы уже в плюсе. Тысяча евриков у нас приходит. Прекрасно. Надо построить базовую инфраструктуру. На этом можно будет первую серию, так сказать, закончить. Потому что... Ну потому что. Объяснил как бог. Что у нас тут дальше? Крупный поселок. 950 жителей требуется. Как только мы его откроем, можно будет построить медицину и пожарную. О, дождик пошел. Эх, как же не хватает этой игре мультиплеера. Блин. Было бы просто супер. О, я могу больничку ляпнуть. Всего 10 тысяч. Давайте это сделаем. В принципе, наверное, есть вариант ее вот здесь добавить. Потому что это центр. Но только с обратной, конечно, стороны. Где-то тут. Все, ребят. Лечитесь. Лечитесь. Не стесняйтесь. Крупный поселок. Аварийные службы. Полиция. И специальная... А, специализация лесного хозяйства. Кстати, учитывая, что теперь есть у нас такая классная специализация, можно сделать здесь еще одну промышленную зону, которая будет заниматься сельским хозяйством. Быстренько мы... Это дело отлично справляется с ими обязанностями. Это про меня. К нам прибывают новые жители. Ну все, город мечты прям. Ну, первым делом, конечно же, надо пожары понастроить. Наверное, я поставлю ее здесь, потому что, скорее всего, чаще... Чаще будут гореть промышленные в районы, чем жилые. Но в любом случае, если что, и до жилых она доберется без труда. Да, полиция, это пока нам не особо критично, а вот начальная школа нужна прям сейчас. Поэтому впендюрим ее вот сюда напротив, как ее называют, медицины нашей. Вот здесь. Отлично. Учитесь, не стесняйтесь. Они до сих пор, кстати, не все застроили. Смотрите, сколько свободного места. Че вы, блин, стесняетесь-то, а? Все. Я же вам уже два раза сказал, чтобы вы не стеснялись. Началась энергия. Печалька. Сколько там до следующего? Ой, простите, не туда. Сколько там до следующего? Еще 400 человек. Ладно. Нам нужен свет. Разве так сложно создать электросеть? Да. Твою мать, сложно. Особенно, когда у тебя денег нет. Ща потерпите, я вам в пендюре еще один ветряк. Вот сюда прям вот его зафигачу. Как только накопим деньжат. Все. Класс. Конечно, это не особо классный класс. Уже на желтой метке. Ну, сейчас мы денег получим и купим угольную электростанцию. Угольная электростанция наша всю. Нужны магазины? Да будет так. Подождите. Магазинчики. Здесь отличные места для них. Вот таким вот образом мы их застроим. Этого мало, конечно, но давайте тогда я продлю вот до этой дороги. Вот до этой дороги, я сказал. Политики пока меня не интересуют, это мы все потом сделаем. Ну, прям жизнь кипит. Кто-то заселился. Три семей из трех. Неплохо. О, преступность и электричество. Все как надо. Давайте. Осталось совершенно чуть-чуть. Отлично. Можно делать парки, футбол, что-то там. Короче, первым делом мы впендюриваем угольную электростанцию, потому что просадки с электричеством будут меня мучить до конца дней. Теперь нужна полиция. Копим на полицию. Ну, все, электричества хватает. Лопайтесь. Вот. Молодцы. Теперь вообще проблем с электричеством не будет долго. Но вот с баблом пока проблематично. Магазинчиков им мало опять. Да получите. Вот даже здесь вам. Да, магазинчики. А, это уже занято точно. Вот вам еще магазинчики. Покупайте. Покупайте все, что там продается. Так. Пока меня интересует только криминальная составляющая моего города. Надо срочно построить полицейское участок, которое стоит на минуточку 12 тысяч баксов. Космическая станция вышла на орбиту планеты Земля. В планах сделать из нее шикарный курорт. А как это генерируется вообще, я не понимаю. С чего бы эта новость была интересной. О, пожарчик. Пожарные. Почему вы не обгоняете мусоровоз? Неслись бы по встречке. О. Это все, что ли? Вы же даже к дому почти не подошли. Профессионалы. Огонь даже боится их. Нужно еще немного денег. Потерпите. Нужно 12. У меня уже 11. Скоро все будет. А вот здесь на углу, наверное, я его и ляпнул. Полицейский этот участок. Далеко, конечно. Но они же не пожарники. Им срочно-то не надо выезжать. Они и так поймают. Вот куда-нибудь сюда будет классно. Или можно поставить это дело рядом. Это у нас что такое? Это школа. Вот можно рядом со школой привинтить. Да. Наверное, я так и сделаю. Хотя, наверное, стоило с этой стороны это сделать. Ну ладно. Наверное, наверное. Сделали и сделали. Итак, теперь, когда у меня есть базовое образование, базовая полиция, пожарка и медицина, в принципе, можно закончить первую серию. Город наш дерьмовый, но, собственно, развивается. Прям как мой. Надеюсь, вам было интересно. Напишите, было ли. А я пойду и что-то еще запишу. По кусечке. Вот. Редактор субтитров. Корректор а.